Одна подруга говорит другой, я замуж выхожу. Решилась наконец? Наконец я давно решилась, просто долго выбирала на какой. Ну вот, милая, теперь когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Обещаю. Ну ладно, семь. В смысле? Я седьмой? Не, ты четвертый. Два приятеля. Представляешь, застаю я как-то дома свою жену с каким-то французом. И что ты ему сказал? А что я мог сказать? Я в школе английский учил. Роскошная блондинка заходит в кабинет врача. Здравствуйте, доктор, я к вам. Раздевайтесь. Разделись? Да. Одевайтесь. А как же осмотр? Все нормально, слух в порядке. Ночь. За стеной раздаются характерные скрипы и стоны. Затем проникновенный женский голос с придыханием произносит. Глубже, глубже, глубже. Через какое-то время раздается отчаянный мужской голос. Да не могу я глубже. Я могу. Чаще. В поезде в одном купе едут два итальянца. Посреди ночи открывается дверь, и в купе заходит обнаженная проводница. Я слышала, что итальянские жеребцы одни из самых выносливых. Проводница полночи прыгала на них, затем отошла на пять минут заварить кофе. Возвращается к ним в купе, смотрит, а итальянцы как лежали без движения, так и лежат. Проводница испугалась и говорит. Антонио, Джузеппе, вы живые? Дайте знать. Пошевелите. Да не хозяйством, а пальцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова